Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем тему плагинов и сегодня об организации переадресации на сайте с помощью Redirection. Переадресация — это когда вы вводите один URL, а попадаете совершенно на другой URL. Есть еще несколько подобных плагинов, я их не тестил, вполне устраивает этот. Он довольно неплохо закрывает проблему, когда надо прописывать переадресацию вручную. У него хороший функционал и возможность тонкой настройки переадресации. Устанавливаем, активируем. Он у нас сидит в инструментах, заходим. Включается преднастройка, нажимаем Start Setup. Появляется следующая страница, первая галочка отвечает за мониторинг постоянных ссылок, вторая сохраняет логи переадресацией. Разработчик их не ставит и мы не будем. Идем далее. Здесь проверяется взаимодействие плагина с WordPress. Плагин использует WordPress REST API и в некоторых случаях он может быть заблокирован различными firewall'ами и другими плагинами. У нас все ок, у вас, я надеюсь, тоже. Идем дальше. У меня выскакивает окошко импортировать настройки из старые ярлыки. Я так понимаю, у кого-то оно может и не появиться. Все, финиш. Посмотрим, работает ли плагин. В первом окошке пишем адрес, с которого хотим произвести переадресацию. О втором окошке скажу чуть позже. В целевой пишем адрес, куда хотим совершить переброс. Создаем. Видим, что появилась переадресация. У нас есть несколько вариантов работы с ней. Редактирование, удаление, отключение и проверка. Так, открываем страничку сайта и попробуем открыть отчеты. Плагин работает, у нас переадресует на «Как помочь». Возвращаемся и, как я обещал, рассмотрим окошко параметры запроса. Приложу скрин с описанием сайта разработчика. Если своими словами, то первый вариант точно соответствует параметрам запроса. Второй вариант будет игнорировать параметры, а третий вариант перенесет параметры на новый URL. Параметры — это то, что может еще содержать URL. Например, UTM-метки. Собственно, на этом можно было бы и закончить знакомство с плагином. Мы сделали то, что хотели, а именно настроили переадресацию. Но у нас тут есть вот такая шестеренка. И она открывает новые возможности. Не знаю, насколько они применимы в жизни, но про одну точно расскажу. Как и в прошлый раз, вставляем URL, откуда. Возьмем проекты. Во втором окне оставляем без изменений, так как у нас нет параметров. В третьем окошке можно написать название, оно будет отображаться в списке переадресаций. Удобно, если у вас много переадресаций, придется пользоваться поиском. Нам интересно четвертое окошко — совпадение. Тут много вариантов. Я выбрал URL и роль. Появляется дополнительное окно, в нем пишем роль, которая будет переадресовываться. Берем, к примеру, автора. Пишем на латинице, WordPress по-другому не понимает. При совпадении оставляем так, как есть. Код ошибки я тоже оставлю такой, как есть. Далее пишем адрес, куда отправим автора. Например, peekaboo. Во втором окне можно поставить переадресацию для других ролей или оставить пустым, тогда остальные будут попадать в проекты. Перейдем на сайт под администратором. Заходим в проекты. Все нормально открывается, на администратора это не повлияло. Заходим на сайт под автором, у пользователей юзер, роль автора. Нажимаем проекты и нас, как и планировалось, перебрасывает на peekaboo. Вернемся, нажмем отчеты и нас перекидывает на как помочь. Прошлая переадресация работает на всех пользователей. Отлично. Вернемся к плагину. У нас есть последнее окошко, группа. Их две по умолчанию. Можно добавить еще. Также удобно, когда переадресаций много. Вкладка сайт. Тут мы можем создать переадресацию с нашего старого домена, например, на новый. Структуру сайта менять при этом не надо. Просто пишем новый домен. Я напишу яplakal.com. Обновляем. Пробуем. Да. Теперь при заходе на мой сайт он перекидывает нас на яплакал. Верну все обратно от греха подальше. Следующая вкладка импорт-экспорт. Отвечает за загрузку и выгрузку настроек плагина. Есть разные форматы под разные задачи. И последняя вкладка опции. Тут можно настроить журналы переадресации, мониторинг постоянных ссылок на переадресации или поставить какой параметр запроса использовать по умолчанию. Особенно понравилось мне в этом плагине совпадение URL и IP. Хотя я его пока не пробовал. Но, например, заходит к вам человек с одного IP, который пишет мерзкие комментарии и вы ему прописываете редирект. Все пользователи ходят по сайту, а он попадает на страницу с надписью «Содержание придумаете сами». Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok